Мир в Афганистане. Можно ли добиться его там? Я думаю, что потребуется очень много времени и международное сотрудничество. Что такое свобода слова для вас? Это очень хороший вопрос. Насколько баллов по шкале от 1 до 10 вы бы оценили международную конференцию? Это потрясающая конференция. Это первая конференция такого типа, на которой я присутствовала. Меня зовут Эрин Леви. Я тревел-журналистка из США. Здравствуйте, Эрин. Спасибо большое, что согласились на встречу. Вы впервые в Узбекистане? Какие города успели посетить? В этой поездке я побывала в Самарканде, Бухаре и Ташкенте. 15-16 июля в Ташкенте прошла международная конференция в Центральной Южной Азии. Что вы ожидали от этого мероприятия и что получили? Да, это была невероятная конференция, и я была очень удивлена, узнав о ней, и была очень рада принять участие. Я была впечатлена Узбекистаном, продемонстрировавшим такую форму лидерства и желание стать партнером всех этих стран по всему миру. Собрать их вместе в очень важный момент, когда США выводят войска из Афганистана. И это дало мне некоторую надежду на лучшее будущее. Это показало, насколько Узбекистан вырос и изменился за последние 30 лет с момента обретения независимости, что он является естественным лидером в регионе. Также во время пандемии это была прекрасная возможность познакомиться с людьми со всего мира. Думаю, там было представлено не менее 90 стран. Одной из основных тем конференции была «Мир в Афганистане». Можно ли добиться его там? Да, но я думаю, что потребуется очень много времени и международное сотрудничество. Насколько я понимаю, я разговаривала с некоторыми людьми на конференции, которые сказали, что это может быть проблема поколений, и что, возможно, она решится только через поколение, потому что это такой долгий и сложный конфликт, который длится более 30 лет. Кроме того, была оккупация. А во-вторых, потому что это может прирасти в или уже является гражданской войной между Талибаном и правительством. Единственный способ достижения договоренности – это поддержка и давление со стороны внешних партнеров. Но решение должно быть не военное, а определенно политическое. США заняли 44-ю позицию в рейтинге «Свобода прессы», опубликованного организацией «Репортеры без границ». Узбекистан занял в этом рейтинге 157-ю позицию. Что такое «Свобода слова», если США находится на 44-м месте? Это очень хороший вопрос. К сожалению, Америка не первая в вопросах «Свободы слова». Однако все сложно. Дело не в том, что у нас нет свободы говорить, что мы хотим, или публиковать наши политические взгляды, или что-то в этом роде. Я думаю, что одна из причин, по которым мы занимаем такую низкую позицию, или две причины – это, во-первых, то, что у нас был президент, который был настроен против СМИ в течение последних четырех лет, но теперь это изменилось. А во-вторых, возможно, капитализм является частью проблемы, так как журналы, газеты и печатные издания страдают из-за цифровки СМИ. Они не придумали способ зарабатывать деньги. А если они не смогут зарабатывать деньги, они не смогут платить репортерам зарплату, на которую можно прожить, и поэтому журналисты уходят заниматься другими делами. И так, все перечисленное, плюс рост социальных сетей, и то, как люди сейчас потребляют новости, также влияет на это. Так что я не думаю, что это чисто американская проблема. К сожалению, это глобальная проблема. Что такое свобода слова для вас? В Америке свобода слова – это возможность выражать свое мнение о чем угодно, если это не причиняет вред или боль кому-то другому. В Америке свобода слова – это возможность выражать свое мнение о чем угодно, если это не причиняет вред или боль кому-то другому. Разжигание ненависти недопустимо. И если вы хотите сказать, ну, знаете, если кто-то хочет крикнуть «пожар», и люди из-за этого выбегают из здания, но пожара нет, то этот человек может попасть в тюрьму. И так, есть определенные условия в отношении того, что можно говорить и чего говорить нельзя. Но в остальном свобода слова означает, что вы должны иметь возможность критиковать политиков, бизнесменов, иметь возможность проводить журналистские расследования, иметь возможность выражать свое мнение, не обязательно без критики, и при этом не являться объектом преследования, не быть посаженным в тюрьму или не подвергаться шантажу за то, что вы говорите. Вы должны чувствовать себя, по крайней мере, в безопасности и иметь возможность выражать свои мысли. Я думаю, что также важно, что было разнообразие точек зрения. У нас в США есть другая крайность, такая как культура отмены, возможно, вы слышали об этом. Так что если вы высказываете что-то непопулярное или противоречащее некоторым либеральным ценностям, вас могут лишить работы или чего-то еще. Это не обязательно хорошо, но это нужно обсуждать. Другой важной темой конференции была выход Узбекистана к Индийскому океану. Какова перспектива у страны и что это даст мировой экономике? Прежде чем приехать в эту страну, я узнала, что Узбекистан – это страна, не имеющая никакого выхода к морю. Одна из двух таких стран в мире. И это действительно сдерживает его экономически. Поэтому Узбекистан сотрудничает с Афганистаном и Пакистаном, чтобы построить железнодорожный путь через Афганистан и иметь доступ к Индийскому океану. И я думаю, что это жизненно важно для развития и роста Узбекистана. Это отличная возможность помочь экономике Узбекистана. А также, что касается мировой экономики, что может Узбекистан дать мировой экономике или поднять мировую экономику. Я не экономист, но Узбекистан сможет торговать гораздо большим количеством стран, что я думаю, будет хорошо для всех с точки зрения доступа к хлопку. Я не знаю, полезным ископаемым, нефти и газу, всему, что есть в Узбекистане, чего не было возможности отправлять по разным, по понятным причинам. Я думаю, что это будет способствовать развитию экономики Узбекистана и всех соседних стран. Узбекистан показывает большой рост в экономике, несмотря на пандемию. Как отразится выход к Индийскому океану на экономике страны и Центральной Азии в целом? Я думаю, что это будет способствовать развитию экономики Узбекистана и всех соседних стран. Одна женщина из Всемирного банка сказала, что для Узбекистана и соседних стран отправка чего-либо по миру обходится в пять раз дороже, чем европейским странам. Таким образом, отправка одного контейнера из Узбекистана стоит 5000 долларов, в то время как из такой страны, как Латвия, у которой есть выход к морю, это стоит около 1000 долларов. Это слишком дорого, это делает невозможным для Узбекистана торговать на действительно конкурентном уровне. Так что я думаю, это будет решающим прорывом для региона, если у него будет выход к Индийскому океану. Есть ли вероятность того, что эта конференция перерастет в организацию, как ШОС или ЕС? 15 июля было объявлено, что будет создан консорциум, так что конференция преобразуется в нечто более официальное. Собираются проводить больше встреч в течение года, так что по крайней мере будет еще несколько встреч. Таким образом, если удастся сохранить этот импульс, я думаю, у нее есть большой потенциал. Насколько баллов по шкале от 1 до 10 вы бы оценили международную конференцию? Я поставлю 9. Это потрясающая конференция. Это первая конференция такого типа, на которой я присутствовала. Обычно я занимаюсь тревел-журналистикой, но из-за моего академического опыта и компетенции, так как у меня есть степень магистра в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, это как раз входило в мою область знаний. И я нашла эту конференцию увлекательной. Я думаю, что Узбекистан провел великолепную конференцию, особенно учитывая, что она прошла во время пандемии и в очень критическое время. И поэтому я надеюсь, что впереди будет еще много таких конференций. Но, очевидно, всегда есть возможности для улучшения, поэтому я пока не буду ставить наивысшую оценку. Но это была отличная конференция. Я думаю, что это была хорошая конференция. Спасибо. 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 Спасибо, Катя Рахмат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Узбекистан! Курышкунч roller! Курышкунча Хайр! Продолжение следует...